Запись потихонечку. Друзья, будет встреча записываться, так что если вдруг вы чувствуете себя некомфортно, вы можете покинуть встречу, но мы будем рады, конечно, чтобы вы остались. Добрый вечер, дорогие коллеги. Давайте будем потихонечку начинать. Мы с Юрием Николаевичем назвали эту встречу «Открытый диалог». Соответственно, формат будет достаточно простой. Мы по очереди будем задавать вопросы, иногда одни и те же друг к другу, и будем обсуждать, задавая дополнительные вопросы, уточняя. Тема сегодняшней встречи – это стопроцентная гарантия на качество обучения. Готовы ли мы ее предоставлять нашим студентам, клиентам, в зависимости от того, в каком формате мы будем обучать их. И начать я, наверное, предлагаю с представлений. Если вы не против, то есть мы, конечно, в описании написали немножко про нас. Я бы хотел, наверное, это озвучить, чтобы мы одинаково знали, кто находится здесь. Может, спросим коллега, кто нас не знает, мне кажется. Тоже вариант. Я еще хотел предложить, чтобы коллеги написали, кто они, откуда, в чат, чтобы мы тоже знали, кто присутствует. То есть вы многих знаете, кого-то знаю я. И тоже интересно, наверное, участникам, слушателям познакомиться между собой. Юрий Николаевич Белоножкин, соответственно, основатель и президент Союза профессионалов и дистанционного обучения, кандидат экономических наук. Юрий Николаевич специализируется на разработке систем поддержки образовательным процессам и онлайн-обучения. Ну и я, Миша Свертов, я в прошлом контенте директор школы Skyeng. Сейчас отвечаю за бизнес-развитие нашего нового проекта «Университет рентабельных профессий SkyPro». В свободное от работы время еще заведую кафедрой в Институте образования высшей школы экономики, который мы делаем в рамках доказательного образования вместе с ЭНОБРом. И, соответственно, введу ряд тренинговых программ, в том числе School of Education, которые называются «Образование как продукт». И, собственно говоря, те вопросы, которые мы сегодня хотели бы обсудить, это вопросы, связанные с качеством обучения и с теми метриками, которые нам могут позволить вообще понять, качественно или некачественно мы собираем наше образовательное решение. Юрий Николаевич, давайте, может быть, определимся немножечко с тем, для какого рода образовательных решений мы будем сегодня раскрывать наши мысли. То есть это что? Это будет вузовское образование, дополнительное профессиональное, корпоративное, чтобы нам дать немножечко рамку и нам самим, и слушателям? Ну, я думаю, во-первых, лучше употреблять термины образования, обучения. Это более точно. И с этого началось. И говорить мы, наверное, будем не просто о качестве, как неком теоретическом явлении, а о гарантиях качества. Ну и в-третьих, я думаю, надо говорить в широком контексте и в вузовском образовании, обучении, и в дополнительном, и в бизнес-образовании, обучении. То есть гарантия качества обучения в широком контексте. Взрослых. На взрослых только ограничимся. Детей не будем трогать. Ну, я думаю, и детей тоже. Трудно провести иногда грань между взрослым и ребенком. Ну, это правда. Давайте попробуем, может, тогда задать планку 18+. Ну, то есть там студенты попадут, и молодые профессионалы, и в дальнейшем специалисты, чтобы, не знаю, школу пока оставить за границей и сфокусироваться на взрослых. Как вам с этим? Не против? Да, конечно. И уже вот Алина Бушина из Geekbrains, она руководитель отдела онлайн-обучения по дизайну, задает вопрос, как мы с вами вдвоем определяем для себя качество обучения. Что вы думаете, Михаил, что такое качество обучения? Шикарный вопрос. У меня есть мой ответ, а есть ответ, который я, когда готов к сегодняшней встрече, нашел в разных уважаемых источниках. Для меня качество обучения – это результат процесса, который устраивает всех заинтересованных сторон. Соответственно, так сейчас немножко абстрактно ответил и сейчас конкретизируем. То есть в моем понимании есть ряд участников образовательного процесса. Соответственно, это те люди, которые непосредственно создают этот процесс. Это преподаватели, методисты, администрация учебного заведения, там какое-то будет в нашем случае учебное заведение. И есть непосредственно студент и его группа поддержки. Существую стороны студента может быть его работодатель, либо родитель, как минимум. Соответственно, вот у каждого, у каждой из этих сторон есть ряд ожиданий от как процесса, так и результата. И на мой взгляд, если на берегу мы сформулировали все эти ожидания с одной стороны и подписали формальный, либо неформальный контракт между этими участниками, то, соответственно, на выходе мы можем четко понять, пришли ли мы в точку B, которую изначально анонсировали, либо не пришли. Вот я бы, наверное, так вот ответил от меня. Совершенно я с вами согласен, да, Михаил. Качество – это тот результат, который обещается при приобретении товара, услуги, курса, который открыто обещается, да, и который поставщик этой услуги обещает выполнить за определенную цену. То есть покупатель заранее знает, что покупает, что он получит, и он не ждет какой-то там маны небесной, он ожидает именно то, что было написано в описании курса или в договоре об оказании услуг, в программе обучения и так далее. Полностью вас поддерживает, Михаил. Но мы тут дискутируем более глубоко и говорим, а когда можно дать стопроцентную гарантию качества? Стопроцентную. И вот тут у нас возникли сомнения, насколько можно давать гарантию в отношении образовательной услуги, курса, обучения чему-либо. И вот тут наши точки зрения немножко не то, что разошлись, а может быть, я ответил слишком общее на ваш вопрос в той дискуссии у Теплековой, да. Начинается все с описания, то есть перечисления результатов, программы, компетенции и так далее, кто преподает, вот их контакты, вот их можно увидеть, да. И политики оценивания, что, на мой взгляд, является, с одной стороны, мировым стандартом, да. Мы изучали долгое время, что такое стандарты, качества, рамочные. И одним из пунктов является политика оценивания. То есть до начала обучения обучаемый понимает, из чего будет складываться его итоговый результат. Это обычно какой-то сертификат, подтверждающий его результат. Как выполняются определенные задания, по какой шкале они оцениваются. Он заранее вот это видит. И я это подчеркнул специально, потому что это проблема. Многие курсы, в том числе и в высшем образовании, многие предметы не описывают эту политику. То есть, как мы говорим, договариваются на берегу, что кто что должен делать, каждый из сторон. И вот здесь преподаватели высшей школы зачастую не выполняют этот стандарт, думают, это формальность. А потом в ходе обучения ближе к концу выясняется, что преподаватель одно имел в виду, студенты ожидали другое. В итоге разочарование у кого-то, недовольство, у кого-то двойка или даже отчисление. То есть, вот этот вот узкий момент в управлении качеством, как политика оценивания, я выделю. Согласны, Михаил? Я согласен. Согласен. Сто процентов у нас должно быть четко, четкий иногда джинкременский, иногда юридический договор. Соответственно, чтобы согласование ожиданий произошло. Я вот, наверное, хотел добавить. Я потом сейчас скинул материал в чат участникам. Когда готовился, нашел, соответственно, одну занятную статью из научного журнала «Успехи современного естествознания», в который входит журнал в перечень ВАК. Соответственно, даже у него есть прессинг цитирования, и кажется, что достаточно неплохое издание должно быть. Значит, коллеги, в принципе, когда говорят про процесс образовательный, они выделяют ряд критериев качества в целом. И вот я надеюсь, что скоро выйдет материал совместный с Высшей школой экономики, который мы делали по образовательной аналитике, и как раз большая часть этих доменных зон, она также покрывается образовательной аналитикой в нашем понимании этого смысла. Соответственно, вот первое – это содержание образовательных программ. Это вот непосредственно то, о чем вы сейчас говорите. То есть это что, какие цели программ, какие у нас учебные планы и тому подобное. Дальше второй блок – это непосредственно менеджмент образовательного процесса, потому что результат обучения, он в том числе складывается из того, как это обучение было донесено до слушателей. Третьим коллеги выделяют это менеджмент образовательного процесса с точки зрения обратной связи. Отдельно выделяют. Я с ними абсолютно согласен, что чем больше обратной связи мы собираем, тем больше мы можем как раз вот эти согласования ожиданий даже в процессе проводить слушателями, учениками, студентами, в зависимости от какой-то ситуации, и корректировать программу по ходу пьесы в том числе. Дальше – учебно-методическая и материально-технологическая обеспеченность. Ну, это гигиенические факторы, что все у всех есть, есть возможность использовать компьютеры, либо те инструменты, которые нужны. И четвертым выделяется технология образовательного процесса. И сюда входит в том числе, например, система оценивания, да, то есть как мы ее будем видеть. И здесь я помню, что я тут задавал вопрос, а как вот сделать так, чтобы действительно была объективная оценка, а не оценка, исходя из видения конкретного специалиста, эксперта, который изначально придумал эту программу, и по факту он может, ну, манипулирует, наверное, на плохое слово, ну, управлять системой оценки так, как ему будет удобно. Потом, конечно, качественный состав преподавателей и качество учащихся. Я вот помню, что были комментарии в трейде, что вообще обучение – это такой сонаправленный процесс, когда есть две стороны – преподаватель и ученик. Если преподаватель дает знания, ученик может их не взять, ученик может брать, но ему не дают, и так далее. Вот. Соответственно, вот так вот коллеги на пять блоков разделяют образовательный процесс. Решил поделиться просто. Абсолютно согласен. Тут у нас нет никакого противоречия, хотя ряд пунктов можно было бы еще и дополнить. Это требования к начальной подготовке обучаемых. Мы часто говорим об отсутствии мотивации, а у него, может быть, и компетенция или подготовленность не соответствует этому курсу. Так. Но об этом тоже в описании говорится. Требуемые технические условия, да, что требуется. В описании, как гарантия качества, также часто рекомендуют, и мы вот рекомендуем, это описание того, из чего состоит курс. Столько-то роликов общей продолжительности, столько там страниц, столько-то тестовых заданий, какие-то деловые игры, кейсы. Это все перечисляется. Не просто в программе, да, что видеолекция, а какой она еще и продолжительности, суммарной, и сколько там роликов. Что, допустим, по каждой видеолекции есть текстовое изложение той же самой лекции, как один из стандартов качества. Потому что не все любят смотреть видео. Некоторые любят читать. Психологи говорят, что на Востоке больше любят смотреть в глаза, и это вызывает доверие. А европейцы любят больше читать, иногда по диагонали. Я сам создаю ролики, но мне чаще удобнее прочитать, нежели смотреть, как он излагает, может быть, хорошо. Но многие моменты я уже знаю, могу уже, я уже сразу понимаю, о чем он говорит, и мне проще прочитать. Это тяжелый стандарт качества, но он существует. И мы можем об этом говорить. У нас 48 таких стандартов, 48 пунктов. И на первом месте, Михаил, если помните, тоже уточняющий ваш вопрос, это гарантия качества в виде наличия заключения кафедры, положительного заключения об этом курсе. А это, кстати, любой ВУЗ всегда проводит, может быть, формально, но любой предмет, любой преподаватель получает одобрение на заседании кафедры, номер протокола, дата. Или это внешний эксперт, внешняя экспертиза. Как на учебниках. Берешь учебник, вот, просвещение или любой другой, там обычно всегда, особенно в ВУЗовских, есть рецензенты, которые своим именем тоже дают некую гарантию качества этого учебника или этого курса. Вы спрашивали, а кто может быть экспертом, где его взять? И вы спрашивали... Как понять, что он эксперт, я спрашивал, да, как раз. Тут мы не исходим с какого-то нормативного документа, кто может быть эксперт. Это свободное решение, договариваются, привлекают таких независимых экспертов. Может быть, им оплачивают часть работы, потому что прочесть, изучить курс, провести экспертизу курса, рассчитанного, примерно, на 36 часов, это надо, мама не горюй, да, сколько времени. Наверное, эта работа должна оплачиваться за рецензирование. Ну, смотрите, вот, Юрий Николаевич, вот, наверное, вот здесь такой уточняющий вопрос задам по поводу как раз вот экспертизы. Что меня смутило, в принципе, смущает в системе, давайте так скажем, что первая история – это вот номинальность, да, то есть кафедра может номинально вообще дойти к своим вопросу... Формально. Ну, формально, да, формально, да, спасибо. Вот, соответственно, вот, как вы думаете вообще, в каком проценте случаев вообще вот оценка кафедры, она действительно происходит с учетом погружения в суть курса и не является формализмом? Ну, в большинстве случаев это действительно формализм, который предназначен для проверяющих федеральных экспертов в ходе планов или неплановых проверок и проведения государственных аттестаций. В прошлые годы, когда таких требований не было, ну, знали преподавателя, вот он или производственный, хороший практик, или он теоретик, или то и другое. У него есть формальные признаки для отдела кадров, там, дипломы и так далее. И принимали, и, как правило, не проводили. Сейчас стали проверять. Но, по сути, мы все знаем, кто работает, кто связан с высшей школой, за результаты обучения несет ответственность не преподаватель, не доцент и не профессор, а кафедра. Она отвечает за выпуск. А заведующий кафедр руководит учебным и научным процессом на кафедре по своему функционалу. Поэтому, может быть, он прочитает тоже по диагонали эту программу, описание и так далее. Может быть, он поручит своему заместителю изучить программы, или кому-то из коллег внутри кафедры попросит изучить друг друга, дать свои заключения, предложения. Но я помню, что всегда на кафедре обсуждали, на заседании кафедры, и утверждали эти программы. И заведующий кафедры сообщал, я увидела все ваши программы, я дала соответствующие рекомендации и замечания, они учтены, отработаны, я предлагаю утвердить. И кафедра голосует и утверждает, оформляет протоколом. А в чем ответственность? Не скажу, что это формализм, но отвечает, да. Естественно, в этом случае преподаватель старается это учитывать при разработке программы курса. Что касается обучения в корпорациях, бизнес-обучении, там мы видим, ну там тоже, наверное, есть какие-то экспертизы внутренние, тоже там проверяют разные службы, в том числе и кадровые. Но если это курсы, вот как у вас выносимые на открытый доступ, коммерческий доступ или свободный доступ, то я не помню. Нет, по-моему, у вас там есть признаки внешней экспертизы, не просто мнение. Я могу ответить, если это вопрос, как мы работаем. Но прежде чем я отвечу, я хотел задать, Алексей этот вопрос задает. Можно ли сказать, что качество утверждаемой программы зависит от добросовестности и экспертизы руководства кафедры? Ну я бы ответил, да. А вот вы сказали, что… Только я не работал на кафедрах и в должности доцента, и профессора кафедры, и сам был заведующим кафедры не один год. А вот мне, как преподавателю, вот когда я только начинал, заведующий говорил, я рекомендую вам опираться на этот учебник для начала. Есть разные учебники, но вот я считаю, он правильный, он доступный, он есть в библиотеке, его можно взять. Там есть разные, но вот я бы посоветовал обратить внимание на это. То есть уже с первых минут знакомства идет вот эта постановка задач от руководителя. В чем ответственность руководителя кафедры? Ну то есть что произойдет, если плохая будет программа? Если заведующий кафедры этого не заметит, формально отнесется и пропустит, то есть риски, что выпускники в ходе уже выпускных каких-то аттестаций, экзаменов государственных, могут показать пробелы. И это будет неприятно этому заведующему кафедрой. Ну допустим, ведет преподаватель эконометрику, а на госэкзамене выяснилось, что он не знает элементарных положений эконометрики. Он прям выползает, что он не знает ни математику, ни эконометрику. Или по экономической теории он поплыл по пониманию закона спроса и предложения, одного из базового закона в экономике. Кто преподавал? А вот доцент Сидоров. Он подставил руководителя. Стыдно будет. А мактум ничем не грозит, по большому счету. Или уже на работе это может выплыть. Тут вообще ничем не грозит, судя по всему. Но на работе там... Смотря в какой стране, например, я часто привожу опыт Франции, там просто получить диплом и прийти на работу, устроиться в тем же учительном школе мало. Они требуют сертификат компетенции. В чем его фишка? Там под каждой компетенцией стоят подписи преподавателей, которые сертифицировали эти компетенции. Причем одну компетенцию могут подтвердить несколько преподавателей. И если, самое интересное, и если работодатель поверил этому диплому и этим сертификатам, и выяснилось, что он этими компетенциями не владеет, ну, получил там за красивые глазки или еще как-то, то юридически к этому преподавателю могут предъявляться претензии уже ответственности. Ответственность в том числе и какая-то административная, я сейчас не помню, какие там законы они применяют, но они до этого дошли. То есть каждый отвечает, в том числе и из преподавателей, отвечает за эту сертификацию компетенции. Интересная история, потому что по факту получается, что с одной стороны мы пытаемся сделать объективизацию компетенции через кросс-совалидацию со стороны ряда преподавателей, через какую-то систему сертификации, а с другой стороны все равно выходим в субъективизацию, потому что работодатель может предъявить что-то по другим критериям, потому что системы-то единой нету, что требует работодатель и чему учит в институции как таковой. Вот как раз, отвечая на вопрос Алексея Конобиева в отношении договоренностей, когда стороны договариваются и выдают липу в итоге, вот чтобы этого не было, существует практика взаимной ответственности и с рецензента, и с капитал, и с преподавателя, и с вуза. Я бы сказал, вот кульминацией этой системы коллективной ответственности за качество, вот тут уже вопрос про... Сертификация пошел. Да, что мешает системе сертификации в России. Вот очень хороший вопрос. Все преподаватели всех вузов составляют списки компетенций. Например, высшая школа экономики. Ну это же номинальный список у нас, формальный. Но это не ответ на вопрос, почему она не работает в России. Я скажу почему. Никто из Рособорнадзора не требует систему измерения компетенций. Да, некоторые скажут, как можно измерить компетенцию, понимание литературы или истории. Тем не менее, если мы не умеем измерять что-либо, значит мы не управляем этим процессом. Мы участвуем, но не управляем. Например, в любой момент времени, в идеале, любой студент должен понять... Ну покажи, принеси. Должен понять, я овладел этой компетенцией или нет. Или руководитель организации, или заведующий кафедры в любой момент должен иметь техническую возможность посмотреть, как идет мобилизация компетенций. Не будет ли риска, что чего-то не окажется. В любой момент работодатель или заказчик, о нем тоже говорили, в идеале должен посмотреть. Я заказал услугу обучения по вот этим компетенциям. Как они освоены? У кого лучше, у кого хуже? И самое интересное, увидеть, из чего эта компетенция сложилась. Ага, вот по этой компетенции он должен был выполнить это, это и это. Он это выполнил, причем с разными оценками. И у него, допустим, компетенция, аналитические способности, готовность решать аналитические задачи отлично идет. А вот компетенция владения, к примеру, информационными технологиями или какими-то графическими редакторами. Я, к примеру, говорю, у него хуже. Ну и что? Зато я знаю, что у него есть своя фишечка. Они все получили, к примеру, 5 или все получили... И всем понятно, какие точки роста. Вот я с удовольствием смотрел вашу презентацию в Skyeng по учебной аналитике. Вы очень подробно расписываете. Там речь шла о подготовке к какому-то квалификационному экзамену на знание иностранного языка. И у каждого ученика есть свой индивидуальный набор плюсов-минусов. Вы это отслеживаете. Не в виде слов, а в виде количественных показателей. Вот это здорово. Это идеальное управление процессом. То есть понимать, из чего он состоит и как он фиксируется. Можно сказать, какой цифровой след. На каком уровне он идет. Вот это правильный подход. К сожалению, в России не работает. Скажу почему. Первая причина чиновникам, проверяющим из Россоборнадзора. Это не надо. А поскольку это дополнительная и очень тяжелая работа по составлению вот этих индексов освоения, из чего складывается компетенция, она очень тяжелая. Она не выполняется, потому что чиновнику это не надо. Да и третья проблема чисто техническая. Это нужны специальные средства. Вот в Скоинге, я не раз буду повторять, потому что это хороший пример для анализа. Например, вот технические средства зачастую отсутствуют. И когда этих технических средств нет, а еще зачастую и денег на приобретение этого нет, а еще у преподавателя в ВУЗе, как известно, перегрузка, да еще в онлайн, он не успевает. Поэтому в России эти показатели только декларируются, но не измеряются. Я, на самом деле, не видел хороших примеров, ну, кроме, наверное, моего любимого кейса Аризонского университета, и то по ряду только дисциплин, чтобы даже в зарубежной практике это прям системно измерялось. Рикарыч, может, у вас есть какие-то примеры? Либо коллеги, кто нас слушает, можете написать в чат, либо искать голосом, если вы знаете какие-то хорошие примеры, либо вообще на системном уровне, на уровне государства, когда это пропагандируется и применяется, либо на уровне отдельно взятых институций? Я сейчас отвечу. Вот Александр Савченко подтверждает то, что мы говорим, что эти РПД, ООП, все это формально, подписи ставятся, реальная угроза – это только аккредитация. А что такое аккредитация? Это проверяют документы, но иногда выборочно проверяют остаточные знания в форме тестирования. Это тоже мы не забываем. Сажают за компьютеры, проверяют курсовые, ПКР проверяют, их содержание читают. Но многое формально, и основная причина не потому, что мы такие русские глупые, зарубежный опыт я хорошо знаю в этом плане, а потому что перегрузка. У коллег перегрузка и отсутствие ресурсов. И политика такова. Никому это просто… Вот там кто-то спрашивал, по-моему, Инна спрашивала, кто является заказчиком, кто основной заказчик. По идее, наверное, все-таки основной заказчик в системе, наверное, высшего государственного образования и школьного должен быть государством, как минимум. Или родители. Или родители. Но, к сожалению, по-моему, и те другие, они выполняют достаточно пассивную роль в этом процессе. Сейчас родители так стали объединяться. Я вот в телеграм-канал записался, «Союз родителей Москвы». Они там всех свергают, уходят строем. Они так дружно взялись за эту политику. Они и на парламентские слушания, и с министром встречаются, и ролики записывают, и публикуют. Но родители, они не профессионалы. Они много не знают. Но они обижены. Они реально обижены. И на онлайн-образование, про многие другие вещи, про электронное образование. Они возмущаются, про цифровизацию. Но, возвращаясь к нашей теме, мы все-таки должны признать, что качество, особенно в государственном обучении, образовании, это черный мешок. Вот мы начали с того, что описание. А ведь описание этих программ по тем стандартам качества, о которых мы говорили, они не выполняются, они не соответствуют. А раз не соответствуют, то из-за качества почти некому отвечать. Заведующий кафедрой говорит, вот у меня формально все хорошо, что вы хотите. Мы вам дали. Заведующий кафедрой в аудиторию очень редко заходит. И вот Александр тут написал, что, я хотел просто подсветить всем мысль, что сколько угодно ставь подписи, но на самом деле все происходит внутри. И преподавать-то он может по-любому. Одно написано, а что происходит в аудитории, это совсем другая история. Да, да, да. Как раз то, о чем мы говорим. Поэтому выпускники не могут на работу устроиться и так далее. Да, Сергею дадим слово. Сергею подниму руку. Можете включить микрофон? Я включил. Всем привет еще раз. Спасибо. С прошедшим праздником ВДВ. С прошедшим праздником ВДВ. Никто, кроме нас. Да, спасибо. Я вас знаю давно. Да, спасибо. Очень приятно общаться в профессиональной среде. Хорошая тема. И диалог очень интересный. Я прям сижу, слушаю. И, в общем-то, и добавить особо нечего. Но вот как раз Михаил задал вопрос. Как раз если есть какая-то, может быть, практика заграничная или еще что-то, я думаю, подниму руку, наверное, что-то тоже скажу. На самом деле все очень сложно, с моей точки зрения. Я не хочу говорить сейчас про государственное обучение и высшее даже, потому что там еще все сложнее. Это цикл трехлетний-пятилетний, которые обучаются. Там вообще гарантия. Я вообще не знаю, кто может дать какие-то гарантии. И вот эта неповоротливость определенная, она, конечно, даже не хочу об этом на самом деле говорить. Я думаю, что вы больше об этом знаете. Я бы сказал о профессиональном образовании. Вот есть европейская рамка квалификации, которую сделали, ну, уже ее закончили. Делали ее лет 17. И я все эти 17 лет шел так параллельно с ними, ходил и интересовался. У меня там были определенные свои личные интересы, потому что у нас есть тоже образовательная структура в Чехии. И там достаточно вложили хорошие деньги и хорошо проработали эти моменты. У них европейская рамка квалификации, потом идет проект ЭКВЕТ, если вы знаете, профессиональный. И там все прописано, там столько сделано работы. Конечно, все на английском языке. Вот скажите, Сергей, у вас есть такая практика, то, что вы знаете, по каждой компетенции приводится доказательство, сколько, от чего, на какую оценку он выполнил. Или все так, общие слова прослушали, прописали списки, как в России. Нет, выстраивается в профессиональном обучении, выстраивается процесс следующим образом. Идет от обратного. Прежде чем строить образовательную программу, сначала обращаются к бизнес-процессам, к бизнесу. Ну, бизнес, куда этот человек, к чему он будет учиться? Приходит к руководителю и говорит, вам какие нужны специалисты? Он говорит, мне на этот бизнес-процесс нужен такой-то, такой-то, такой-то. Какая у него компетенция? Делается карта компетенций. Именно одной компетенции, одного бизнес-процесса. Из этого делается модуль. Либо модуль, либо обучающий блок. Сергей, как проверять? Вот смотрите, логика очень классная. Мы в SkyPro так и работаем. То есть у нас идет, соответственно, сначала автор профессии, эксперт в области, который ручками делает, не который там теоретизирует, а вот прям практик. Он, соответственно, собирает программу вместе с методистами, вместе с контент-продюсерами. Значит, дальше мы приглашаем экспертов из отрасли, которые тоже ручками делают, которые делают такой кросс-чек. После этого, точнее, не после этого, а параллельно с этим, еще до того, даже я немножко побежал впереди паровоза, до того, когда мы зовем автора, мы собираем вообще с нанимающих менеджеров, как раз тех людей, которые потом принимают выпускников к себе, потребности, то, что вы сказали, да, с индустрии, с реального сектора. То есть мы собираем потребности, скиллы хардовые и софтовые, понимание тех задач бизнесовых, которые они будут решать, чтобы это не было просто статистическим вакуумом, я умею программировать, а как бизнес работает, я не понимаю. Соответственно, потом делаем валидацию, кросс-валидацию рядом экспертов. Потом мы делаем первый прогон, на тестовой группе собираем обратную связь, потом записываем уже. Вот четыре этапа прошло, еще мы деньги не заработали. А как потом происходит валидация в той конструкции, о которой вы рассказываете? Что происходит в конце? То есть мы обучили людей, и они вышли на открытый рынок. Как понять, они вообще получились так, как мы запланировали, и не получились? С моей точки зрения, здесь две версии. Вот можно, наверное, поставить пример Германию. Ну и, в принципе, многие западные страны, где за вот эти квалификационные, как это сказать, по курсу переподготовки платит государство. То есть, в принципе, просто за него не заплатят, если этот специалист не компетентен, то есть его обучение не тому, то есть он на рынке не конкурентоспособный. То есть, если вот, скажем так, как бы правильно объяснить-то. И, короче, это все, кто-то за это должен платить за школе, за этого студента. Кто-то, либо это государство. Выпускника. Да, либо сам выпускник за это платит, либо государство за это платит, либо бизнес за это платит. И, соответственно, тот, кто за это платит, он и является приемщиком заказа. Соответственно, ну так вот, если вообще ультрирует. Ну, это если мы работаем в конструкции, когда идет такой микс между целевым трудоустройством и оплатой за выпускника, который прошел обучение и соответствует входным тестированиям в компанию. То есть они, соответственно, понимают, что подготовка этого выпускника стоила, не знаю, 5 тысяч евро. Компания готова заплатить. И у них есть четкое понимание, что наим такого сотрудника на рынке им стоило бы, не знаю, дороже. Потому что иначе им смысла нет. Им проще пойти на рынок, а не заниматься ожиданием сотрудников. Я бы хотел вернуться все-таки к управлению, а не описанием неких философских позиций по этому вопросу. Вот, например, Сергей, в некоторых землях Германии, у них в каждой земле свое министерство, они устанавливают такие же стандарты, когда по каждой компетенции прописывается перечень доказательств, что он должен знать, уметь, владеть, понимать и так далее. Тяжело идет у них, но они к этому постепенно идут, и они прописывают. Вот в Чехии, или где вы, вы в Праге сейчас живете, они как, измеряют они компетенции, или просто их как в России прописывают? Как работает европейская рамка квалификации? Там же она так и работает. Прописывается компетенция, которая соответствует этой профессии, либо должности, не знаю, квалификации. Она прописана. Человек приходит и говорит, я проектовый менеджер. Он говорит, ну, замечательно, вот сдай экзамен, и что ты проектовый менеджер. Если у тебя нет документа, что ты уже прошел. А чей экзамен? Кто сертификацией занимается? Вот вопрос основной. Да, экзамен принимают сертифицированные юридические, либо физические субъекты, которые... Не связаны с этим образовательным учреждением, то есть они... Не связаны. Они могут быть образовательным учреждением, они могут быть физическим лицом. Это эксперт. Отчестованные эксперты вот этой европейской рамки квалификации. Государство. Они есть список этих экспертов по регионам, где кому ближе. Человек приходит и говорит, я специалист. Вот компетенции специалисты. То есть мы выходим все-таки в ситуацию, когда, чтобы была максимально объективная оценка, нам требуется внешний эксперт. Идеально, чтобы это был какой-то стандартизированный тест, либо экзамен, который можно было пройти. Он не зависел от взглядов людей на кафедре, либо вот в экзаменационной комиссии и тому подобное. Вот Алексей просто спрашивает вопрос, собственно говоря, как сделать так, чтобы выпускным экзаменом действительно подтверждалось качество освоенного материала, а не настроение комиссии, которая в этот момент сидит. И которая сама по факту, представьте, эта комиссия создавала этот курс и сами себя оценивают. Вот этот же вопрос я задавал тогда в чате, в трейде обсуждения, потому что я, честно говоря, себе сам представляю. То есть я сам придумал, сам оценил, отлично, все, молодец, поехали дальше. Смотрите, вот здесь интересная происходит кульминация всей нашей дискуссии. Если каждый будет оценивать по договоренности, по дружбе, преподаватель составил какие-то свои критерии, шкалы, как он считает нужным. А у работодателя другие представления, другие ожидания, и они друг с другом не контактируют, кафедра, или контактируют формально, там какие-то, просто прописывают списки компетенций. Как только начинается, вот как в США, я видел примеры, работодатель дает вакансию и прописывает стандартизированные профессиональные компетенции, которые ему нужны. Не все. У меня есть небольшая проблема, Юрий Николаевич. Три-четыре. А, прерывается? Нет, нет, есть проблема, я говорю вот в концепции, которую вы говорите. Я ее поддерживаю абсолютно. Я сейчас закончу. А когда человек, который, может быть, даже не закончил ВУЗ, может быть, какие-то сертификаты, у него эти стандартизированные квалификации подтверждены, и видно, из чего они сформировались, например, выполнил задание А, потом задание Б, я вот эту, грубо говоря, гайку умею прикручивать, я этот язык программирования знаю уверенно, и это подтвердила сертификационная комиссия этой даже частной компании, они начинают встречаться. Они понимают быстрее друг друга. Когда вот этой связки между кафедрой, через стандарты, профстандарты, и бизнесом, заказчикам нет, тогда возникают проблемы, и начинается пузырь из этих списков компетенций, много разговоров, много публикаций, но в финале единицы доплывают до того берега. Алексей спрашивает у нас, есть ли какие-то альтернативы, Алексей, если я правильно понял твой вопрос, стандартизированным тестом. По-моему, по иностранным языкам, там очень, я имею в виду, кроме кофеля, еще какие-то, там процессы стандартизированы, темы прописаны, задания. Да, но в других сферах такого нету, то есть есть ПМГ, проектное управление, есть ряд тестов, да нет, но Skyeng вот сейчас преподает еще пять других профессий, не повезло, нету профессиональных тестов в этих профессиях, стандартизированных. Что делать? Ну, что делать, уже Сергей тут тоже подсказал, это Skyeng искать выходы на заказчиков, на потребителей, как-то договариваться, что они хотят. Так мы и делаем сейчас. Силантьева в этом плане хорошо тоже в ИШЭП прорабатывала, вот эти связи между знаниями выпускников и потребностями бизнеса, она там очень хорошо по медиа образованию, хорошо прописывала, я помню ее доклад. Вот как только у вас появляются вот эти контакты, вы знаете, что хочет бизнес, вам легче и честнее, и более гарантированно выходить на рынок. Вы говорите, мы знаем, что хочет бизнес, вот у нас есть эти признаки, что мы знаем, и мы это вам даем в обучении, то есть уже мы повышаем гарантию. Нет, в том-то и дело, что, Юрий Николаевич, мы так и делаем, как я уже сказал, мы сначала анализируем спрос, общаемся с занимающими менеджерами, составляем карты компетенции. Это надо пропагандировать, Михаил. И далее... Мы мало занимаемся пропагандой вот таких успешных практик. Нам немножко рано сейчас пропагандировать, потому что мы все-таки любим показывать результат, который уже получился, и сейчас, с учетом того, что мы из стелс-режима вышли в январе, прошло чуть-чуть маловато времени, чтобы мы говорили на каких-то значимых цифрах. Коллеги вот из Яндекс.Практику, например, уже месяц вышка сделали исследование и посмотрели действительные цифры на протяжении трех-четырех лет работы и порядка тысячи выпускников. Давайте немножко двинемся дальше. У нас 14 минут остается, как минимум, если наша дискуссия не будет продолжена за 7 часов вечера. Вопрос второго, второй блок вопросов, это что является результатом обучения. Вот мы составили идеальную программу с индустрией, поработали хорошо, считаем, что мы молодцы, все завалидировали эксперты из отрасли, то, что программа качественная. Ее даже очень хорошо провели, что вот этого разрыва не происходит между концепцией и отработкой. Как дальше понять, что мы сделали тот результат, который хотели, ну, точнее, что является вообще результатом? Давайте начнем с этого. Потом будем измерять. Тут еще Алексей спрашивает про другие варианты, кроме тестов. Как раз об этом еще раз хочу высказать не только мое мнение. Мы вопросом оценки качества и оценки результатов очень много времени потратили. Года два-три мы пытались сформировать наши требования качества к курсу, онлайн-обучению и, соответственно, к результатам. Так вот, изучив разные источники то, что есть в мире, послушав то, что есть в России, мы такие требования сформировали. Не всегда тесты могут подводить какой-то гарантии качества. Вот те результаты, которые были прописаны в программе и политике оценивания до начала обучения, сопоставляются с тем, что он получил. Вот это и есть результат. А как сопоставлять? Будет ошибкой сказать, вот я заказчик, я на предприятии, как вырастут мои экономические показатели после проведения вашего курса по английскому языку? На этот вопрос мы как раз можем ответить, потому что мы считаем, как вы сказали, все и понимаем. Вопрос, а как подтвердить? Чтобы вы не ответили, чтобы вы не ответили, всегда поставщик товара или услуги отвечает только за то, по чем он подписался. Вы будете знать столько-то слов, вы будете не менее, вы будете владеть такими-то грамматическими формами, к примеру, и так далее, и так далее. Что даст вам возможность, дальше вы, Михаил, можете продолжить, что повлияет на маркетинг, на общую культуру или еще на что-то. Предположительно повлияет. А мы, смотрите, Юрий Николаевич, я вот здесь, если вы не против, немножко заострю, внимание, что я очень люблю прям цифры, да, и вот в этой ситуации я бы пошел следующим путем, я бы сделал как минимум оба-тест. До обучения, после обучения, две группы, одна обучается, другая не обучается, и изначально, прежде чем вообще запускать программу обучения, я бы разобрался с целями и задачами, что хочет предприятие. Просто делать обучение для того, чтобы выполнить KPI корпоративного университета, это очаровательное времяпрепровождение, может быть, даже и повлияет хорошо на выручку в квартале, но в целом у них есть какие-то задачи. Ну, даже если у корпоративного университета нет, у заказчика, который стоит за корпоративным университетом, скорее всего есть. Поэтому большая часть вещей, связанной с обучением, на мой взгляд, можно измерить. Как изменится поведение человека и как это повлияет на бизнес. Ну, например, самый простой пример это продажи. Да, вот есть продажники, которые продают без обучения, мы сделали отличную программу, лучше донесли до них суть продукта, работа с возражениями, аргументация и так далее. Продажи увеличились. Мы измерили на сколько. Вот это эффект от того, что мы сделали. Но вопрос был изначальный, что является результатом обучения. Вот Сусанна предлагает вариант, что результат это образовательный продукт. Ольга говорит, что результат это приобретение на новые навыки компетенции, а не деятельность профессионального выпускника. Вот какое у вас мнение, что является результатом обучения? Потом я отвечу на этот вопрос. Ну, я все-таки одну деталь подчеркну. Вы хорошо обучили маркетологов, а они продают продукт низкого качества. То есть, вы сделали свою работу идеально, а рынок не принимает их продукт. Вы не можете участвовать. Я всегда говорю, как я могу отвечать за рост финансовых показателей, если я не знаю вашу систему управления. Я могу обучить вот этим навыкам, это мой продукт, этим компетенциям. А как вы их примените? Я не знаю, я не изучал вашу фирму, вашу компанию. Ведь может такое быть, что выпускают какой-то там левак, а мы учим продавцов увеличить. Правильно ли я понимаю, что в этой конструкции получается, что тот продукт образовательный, который вы даете мне, он оторван от меня. То есть, я номинально беру он оторван может быть от кого-то, но если заказчик заказывает, он знает, что хочет. Хуже бывает, бывает так, что он сам не знает, что хочет. Какие-то у него планы. Я соглашусь с этой историей, что так часто к сожалению происходит. Поставщик услуги, вот как вы, например, если он видит, что результат обучения непонятен, для чего он нужен, или он избыточно многообещающий, поставщик всегда должен об этом честно сказать. Я отвечаю, вот до сих пор я отвечаю. А дальше для меня ваше предприятие это непонятно что. Я не знаю вашу систему и ваше производство, где у вас склады, какая у вас логистика и что там будет происходить с продажами, я не знаю. А вот за это, за эти компетенции я могу отвечать. Это честный, нормальный, гарантирующий результат. Вариант. Вариант это вариант, нормальный вариант. Соответственно, ваш вариант нормальный вариант. что является результатом обучения в итоге? Можно я скажу то же. Сергей, сейчас у нас уже, извините, сейчас немножко мало времени остается, еще хочется несколько вопросов обсудить. Юрий Николаевич, что является результатом обучения? Вот то, что было обещано в описании, вы освоите эти, эти компетенции, которые будут состоять из этих и этих доказательных результатов, может быть, тестов, может быть, собеседований, деловых игр и оценок, которые вы наберете, вот это и есть результат. Больше ничего. Как эти компетенции были нужны бизнесу? Это уже другой вопрос. Вот тут уже бизнес предприятия само смотрит. А, вот они предлагают интересную программу. Кто измеряет тогда? Вот заказчик или мы? Образователи, в смысле. Когда заказчик, если это заказчик предприятия заказывает услугу, договор об оказании услуг представляется подробная программа и календарный план обучения. Там подробно должно быть расписано. Это процесс. Это процесс. Это чисто измерительный процесс, а не философия. Нет, нет. Секундочку. Программа это процесс. Которая будет состоять из раз, два, три. Отлично. Но это на бумаге. Доказательства. А как в мире? В реальной жизни? Мы написали, а как проверять будем? В мире не идеально. В мире не идеально, к сожалению. Мы не боги. И тут выход один. Надо искать успешные практики и их пропагандировать. Их поднимать на щит. Кто это будет? Государство? Возможно. Но еще заказчиком являемся мы, общество. Мы хотим качественного развития нашей страны, наших детей. Как бы вы, Юрий Ильич, в своих курсах проверили? Как вы в своих курсах проверяете обычно, что навыки освоены, что результат тот, который... Конечно. Если я автор программы, ее утвердил заказчик, значит, я уже отвечаю только за то, что я подписался. Я это подтверждаю доказательствами. Вот он это сделает, все фиксируется как цифровой след. И я успешно, с полной совестью гарантирую... Раз меня выбрали, я представил все условия, как это буду делать, это устроило, и я это выполнил, подписал акт работ, все, я свои гарантии выполнил. А как вы будете как руководитель их дальше использовать? Если хотите получить гарантию эффекта, берите тогда меня в штат каким-то партнером или еще кем-то, чтобы я еще управлял вашим предприятием, как в эти таланты будете использовать. Но вы же этого не просили. Поэтому вот то, что мы говорили в начале, знание потребностей бизнеса предприятий исполнителям, полное описание всего этого бизнес-процесса, может быть, неприличное слово, измеримых доказательств, это выход к идеальному обучению. И такие примеры есть, к счастью. В России вы спрашивали примеры измерения компетенции, я не знаю. В своей практике я это применял на курсах повышения квалификации по ДПО. И это был эксперимент, он прошел отлично, преподавателям понравилось, они каждый свой шажок, как лепту, вносят каждую какую-то компетенцию. Но это был адский труд, никто не просил, это видны эксперименты. Мне повезло, у меня технология есть, не буду называть ее название, где уже это все создано, измеряется, учитывается, отчетность ведется. Ну что? Дальше я попробую ответить на вопросы, если у меня это получится, я надеюсь, что получится. вот я наверное соглашусь с Инной, мне очень близка эта концепция, что результатом обучения является человек, работающий в желаемой компании, создающий ценности, которые удовлетворяют его самого. И мне очень всегда занятно слышать историю про то, что мы не от вас, это просто на рынке, соответственно, что мы ставим целью, допустим, дохождения до конца программы. Ну, типа, хорошая это метрика или плохая. Она для меня прокси-метрика, то есть она для меня проходная, то есть для меня индикатор дохождения до конца программы, он что-то показывает. Например, насколько мы сделали программу адаптированную под этот уровень человека, или насколько мы хорошо отобрали, как вы сказали, в начале человека, чтобы ему было комфортно на этом уровне сложности. Да, насколько интересно, понятна программа, насколько мы хорошо согласовали цели, потому что очень часто мы видим в процессе обучения, что цель ученика была не программу пройти, не профессию освоить, а какие-то блоки в этой профессии. Ну, то есть, условно, профессия состоит из шести модулей. Был интересен модуль 1, 3 и 5, и у него не было задачи пройти все. Соответственно, доходимость до конца сразу другая. Мне очень, как я сказал, импонирует история, которую озвучила Инна. Это то, что мы решаем какую-то задачу человека. Человек приходит, и процесс обучения — это лишь один из способов решения его задач. Ну, например, мы в SkyPro решаем задачу увеличения дохода. То есть, вот человек заработает, сейчас зарабатывает среднее по России, не знаю, 25 тысяч рублей. Медианное, прошу прощения, по России 25 тысяч рублей. Или, не дай бог, находится в 70% населения страны, которое находится за чертой бедности. Соответственно, и он делает резкилинг, соответственно, он осваивает другую профессию и начинает получать 50 тысяч рублей. Соответственно, изначально надо у него спросить, у него какая-то вообще перед ним задача стоит, например, больше зарабатывать. Да, он может пойти грузить в два раза больше вагонов, например, да, там взять вторую ставку, либо обучиться. И второй момент, который мне очень важен, что результатом обучения является в том числе то, что он либо в процессе обучения, либо потом осознал вообще это его или не его. Потому что просто пойти, начать зарабатывать 50 тысяч рублей — это не всегда сложная задача. Сложнее пройти испытательный срок, и еще сложнее быть в гармонии с тем, что он занимается. Соответственно, на мой взгляд, еще одной большой задачей процесса обучения и тех программ, которые мы создаем, это как раз тот блок, связанный с помощью студенту разобраться с его собственными целями и задачами, чтобы как раз синхронизироваться с тем, что программа вообще ему позволит это сделать или нет. Вот. И еще один момент, который я бы выделил, это то, что мы в рамках нашей программы даем хороший фундамент. Вот я очень часто слышал, что университет дает фундаментальное образование. Мне так точно пока об этом не сказал, что это такое. Вот. Но в целом, вот если мы даем базу, которая позволит человеку в дальнейшем осваивать следующий уровень сложности его профессии, вот этот показатель был бы, на мой взгляд, очень неплохо. Я понимаю, о чем вы говорите, Михаил. Ваш продукт просто захватывающий и всех интересует, что... Нет, я вообще не про наш продукт, я про концепцию. Да-да. Вот про концепцию. Я бы хотел тоже приколоться, и она говорит, мол, потеряли индивида. Отнюдь индивид, вот то, о чем мы говорили, должен до начала обучения понимать, что он освоит. Почему это нужно кому-то, что я потом продам? Потому что бизнес вот это нужно. И чтобы получить вот эти компетенции, должен выполнить какие-то там мелкие шажочки, которые меня будут оценивать. Я буду сам себя индивидуально контролировать, потому что мне или это выгодно получить, или мне это интересно, или то и другое одновременно. Индивид в этой системе никак не теряется. Наоборот, он становится объектом анализа, управления. Его ведут, если он отстает, подсказывают, объясняют, почему ты вот это не сделал, и вот это. Эту задачу не решил, вот это. Вот когда измерения идут, тогда все становится просто. Они в виде каких-то там обобщенных, вот вы получите сертификат, а что за ним кроется, никто толком не понимает, даже сам преподаватель. Потому что иногда у него поток сознания идет, и он дает, а потом вдруг спрашивает то, чего не давал. Такого быть не должно. Конечно, самореализовываться, самореализовываться. Кстати, если обучающийся не в состоянии какую-то компетенцию выполнить, или она ему не нужна. Я видел такие курсы, где дают там 10 компетенций, а ему нужно всего 2-3 для бухгалтера. Он и так уже успешен, но у него там чуть-чуть не хватает. Он не обязан все это тащить с нуля и доказывать. И сертификат ему не нужен. Он понял, что вот эти компетенции ему нужны, ну и ради Бога. Ему этого достаточно. Да, спасибо, Сусанна Шаловна. Можно два слова скажу? Вот сижу, прям меня теребит. Я, во-первых, хочу всех дополнить, минуту всего займу. На самом деле вы все вокруг да около ходите. Вот сейчас Юрий Николаевич прям близко подошел к этому. Я считаю, результат обучения – это практические применения знаний. Вот Юрий Николаевич прям подошел к этому сейчас. Практически он должен их применить. Если он их не применил, это не знания, это теория. Все. Он готов применить после выпуска, а применит он их или нет, мы не знаем. Если он готов до выпуска применить, ну хорошо, после выпуска он применит это еще лучше. Это в зависимости, с какой динамикой движется к студенту и какие, с какими, как говорится, данными он пришел. Поэтому сейчас все практически включают в свою программу практику и уже на выходе имеют свои кейсы, ну в двух словах. Все. Нужно практически применить. А все остальное – философия. Спасибо. Михаил, вы согласны с Александром, что мы обречены? Я начал писать. Не, мы-то как раз не обречены. Не обречены? Не, подождите секунду. Мы не обречены. Там вопрос был по поводу вузов в стране, соответственно. Я считаю, что 70% вузов, а то может и больше, если вот их завтра закрыть, то ничего, кроме как количество безработных преподавателей, не изменится. Ну вот я, может быть, достаточно такую радикальную фразу сейчас скажу, но они, в принципе, не нужны в системе, потому что они не отвечают за результат. То обучение, которое они дают на выходе, оно супер некачественное. Мы это видим и по статистике выпускников, и по количеству трудоустройств, по специальности, не по специальности. И самое главное, что система лузовская, на мой взгляд, она как раз вообще не про человека, а про массу. С одной стороны, с другой стороны, туда люди идут по инерции. Соответственно, люди туда идут по инерции, со социального одобрения бабушки, мамы, папы продолжить профессию и ближе к третьему курсу, а то иногда и второму, ученики понимают, что это вообще не их. И очень классно, что правительство это начало замечать, и со следующего года будет конструкция 2 плюс 2, когда можно будет, получив общую базу, дальше выбрать, чем ты хочешь заниматься. Я согласен с мнением Александра Ларьяновского, когда он в одном интервью говорит, что нету сверху давления, которое обеспечит качество или организация, оно такое заформализованное, забюрократизированное, формальное, и снизу нету давления на то, чтобы как-то повлиять на эти институциональные методы регулирования рынка. Ни сверху, ни снизу. Китайцы мы видим, как они раз и все решили одним махом. Вот я переживаю за то, что мы снизу такие умные, такие толковые, не подавливаем, не объединяемся в отношении вопросов к качеству и не защищаем свои профессиональные интересы. Вот Михаил говорит, что могут уволить, да. А что мы сделали как преподаватели, чтобы свои профессиональные интересы защитить, видеть тех же стандартов качества, каких-то вопросов об условиях проведения тех же онлайн занятий. Мы же молчим, мы же не можем. Или понимание потребностей рынка. Когда последний раз преподаватель, который ведет оттулину дисциплину, ходил в индустрию, общался хотя бы с двумя-пятью представителями индустрии, чтобы вообще понять, что это происходит. Они общаются, они общаются. Я сам преподавал, я пришел и из бизнеса, Игорь Николаевич, я всегда с утра стараюсь вставать и говорить себе, Михаил, ты не репрезентативен. То, что мы с вами общаемся, не означает, что другие общаются. То есть, как бы, я же вижу в том числе качество программ. Я согласен. Они не имеют практического опыта в производственной или в бизнес-деятельности. Я согласен. Многие, вот они проучились, пошли преподавать, практики проходили, конечно. Ну, где-то процентов, по-моему, 7-8 все равно где-то участвуют. Где-то работают еще свои фирмы, имеют, где-то их привлекают как экспертов. Но это мало. Мало. Мне кажется, мы можем... Вот меня заинтересовала школа 42 от Инны. Я не знаю. Может быть, мы ее... Я могу поговорить на эту тему. Я буквально вчера был в городе... Или вкратце расскажите, или давайте запланируем ее... Не, ну это надо звать ребят, которые делают школу 21 в Сбербанке. Я был буквально вчера в Казани, и как раз был на экскурсии в школе. Рад мне проводил ее директор экскурсию. Конструкция очень интересная. Ребята, конечно, не коммерческий проект. Сбербан инвестирует огромное количество денег в эту инициативу. Отсутствие преподавателей. Есть контент предзаписанный, материалы, и все обучение строится на P2P взаимодействии. Соответственно, ученики внутри идут, обучаются цифровым профессиям, соответственно, от тестировщиков, разработчиков, аналитиков, еще много по каким. И у них есть кураторы, просто группы, которые ведут. На тысячу человек, насколько я помню, которые обучаются, всего лишь 15 человек преподавательского состава. Это школа 42? Ну это школа 21, это франшиза школы 42 просто в России. Школа 42, она вообще изначально из Европы, и обучает тоже цифровым профессиям. Вот, Инна, вы про это же хотели спросить, или мы ответили на вопрос? Ну я понял, что у нее есть некий идеальный образ, или достойный подражания, прозрачная модель. Вот это интересно. То есть наши коллеги находят такие примеры. Вообще без примеров это грустно, когда мы можем фантазировать бесконечно, хорошо, когда это все приземляется на конкретику. И, собственно говоря, мы договаривались изначально, что мы так будем делать, вроде пока держим наше слово. Инна, а конкретизируется ваш вопрос про школу 42? Вот достаточно прозрачная модель, которая... И что, Михаил, в Казани, они измеряют эти компетенции? Вот я вот как раз хочу уточнить детальность этого вопроса. У них конструкция следующая. Соответственно, как они измеряют, я не могу сказать, измеряют ли. Но у них есть две практики в процессе обучения, индустриальные, когда их учеников берут на работу, подплачиваемую, соответственно, и они работают полгода, потом обратно возвращаются, проходит еще блок теоретически-практических модулей и еще одну практику делают. Минимальный срок обучения в школе 21 – это полтора года, то есть две практики и полгода обучения. Это если ты идешь максимально быстро. А если ты выполняешь все в последний момент согласно дедлайнов, в то порядка двух с половиной-трех лет. Михаил, ну, может быть… Инна, вы с нами? Вы с нами? Просто, может быть, вы прокомментируете голосом с точки зрения модели школы 21? Да, я просто имела в виду как раз такой открытый, прозрачный процесс, когда педагоги фактически не участвуют в этом процессе. Они выстраивают среду и выстраивают все бизнес-процессы таким образом, что идет взаимоопыляемость, взаимообучение, взаимоподдержка внутри. И суть школы 42 состояла в том, чтобы показать, что любой человек может научиться программированию. Как навык определяется? Вы написали интересную фразу, что подтверждается живой навык специалиста. То есть вот как он подтверждается? А, ну, сам процесс выстроен таким образом, что, во-первых, не каждый попадает все-таки в эту школу. Там фактически на входе тесты на логику. Там очень жесткий трехнедельный бассейн, 30-дневный бассейн. Да, то есть там надо выжить еще, я согласен. Да, и вот как раз этот бассейн демонстрирует, собственно, что ты можешь там каждый день свой навык демонстрировать в качестве какого-то результата. Пусть это будет какая-то часть работающего кода. При этом ты используешь все имеющиеся у тебя ресурсы. У тебя в доступе knowledge management, который открыт. У тебя в доступе сосед, который более успешен был там на предыдущем шаге. При этом ты можешь свой тайм-менеджмент выстраивать так, что, собственно, распределяешь, на какой навык ты делаешь упор и с чем ты вообще выходишь из этой школы. Это очень похоже на то, как проходит взаимное оценивание по классической идеальной схеме, когда прежде чем стать оценщиком, ты должен подтвердить готовность стать оценщиком других. Должен выполнить ряд заданий. И такое бывает, такая есть модель, я знаю. Да, здесь просто интересен сам факт, что либо работает код, либо нет. Ты это сразу видишь. И тут фактически прибегаешь, тут даже не оценщик, а такой среда поддерживающая, которая помогает тебе создать этот код. А автоматизированная, да? Да, то есть фактически ты демонстрируешь результат своей работы тут же, не отходя от кассы. Есть такой, да, есть такой прием в одной небезызвестной платформе, когда тест проверяет правильность написания кодов. Есть. Это сложно, но я знаю, такие практики есть. Я предлагаю, наверное… Я думаю, что история непрерывного математического образования использует такое автоматизированное оценивание по написанию программных кодов. Я, наверное… Да, Инна, извините. Да, закончите раз. Да, просто у меня была гипотеза, что, вероятнее всего, часть компетенции может работать именно вот в таком… в автоматизированном режиме, согласен, как и на знание… Я просто хотел немножко подсветить, Юрий Николаевич, мне кажется, Инна, поправьте меня, если я не прав, вы говорите про оценку другим человеком, правильно, и публичности демонстрации, то есть в формате демо ребята в конце дня, либо в конце какого-то периода, в котором они договорились, показывают результат, собственно говоря, это такой естественный отбор в том числе, публичный, естественный отбор. Да, и тем более здесь можно проживать опыт, вот совершение ошибок, которые ты можешь исправлять тут же, вот в этот трехнедельный период. Это помогает подсвечивать, собственно, твои какие-то западающие зоны и понять, куда двигаться. А есть второй подход, как Рома Юрий Николаевич говорит, это, собственно говоря, автоматизация процесса проверки, в том числе кода, соответственно, с удачей обратной связи от алгоритмов. Я про оба. Да, да. И самооценивание, и автоматизированное оценивание. Слепое взаимное оценивание. Я проявлю последний вопрос. Последний вопрос. Уже 7.13 в Москве. Вот вопрос Александра, мне кажется, более чем достоин быть завершающим. Михаил Юрий Сергеевич, что вы думаете по поводу сотрудничества вузов с корп-университетами? Поможет ли это нашей проблеме? Ну, проблема, я так понимаю, Александр, поправьтесь, если я не прав, что вуз оторван от индустрии, соответственно, и позволит ли это сделать более четкую конструкцию, так, чтобы человек, который выходил из вуза, мог непосредственно прийти в индустрию и работать сразу? Михаил, давайте мы, раз мы так хорошо начали, подняли основные вопросы, что такое качество, что такое гарантии качества, проведем уже с приглашением новых экспертов, новых участников. Как я знаю, у вас, Михаил, были планы и счет, и известных специалистов, экспертов в сфере образования к нам пригласить. Вот, может быть, мы в следующий раз продолжим и начнем с того, о чем мы договорились. Начнем с этого вопроса, Александр? Да, потому что это, если мы сейчас по нему так коротко скажем, да, можем, да, мы думаем, я думаю, мы не будем объективны. Окей, Александр, я не могу спорить с Ильей Николаевичем, Нет, мы спорим с Ильей Николаевичем. Да, я шучу, я шучу. Как бы, ну, в смысле, я не вижу причин, почему мы можем не сделать так. Оставим на такой интриге, соответственно, концовку сегодняшней встречи. Если вам было интересно, ну, я очень рад, соответственно, надеюсь, что не только интересно, но и полезно. У меня обычно лично всегда в таких встречах рождаются большое количество мысли на стыке. Я получаю достаточно большое количество инсайтов, записываю о себе заметочки и потом длинными зимними вечерами их обдумываю. Как вам было, Юрий Николаевич, скажите? Михаил, я убедился, что в Фейсбуке можно только хорошо разругаться. А сегодня мы хорошо пообщались, как коллеги. То есть, Фейсбук – это не идеальное место для каких-то умных дискуссий, умных обсуждений. Я не понимаю, по каким законам работает Фейсбук. Не буду сейчас комментировать. Эмоции, эмоции не передаются, а здесь можно видеть, что происходит. Мы смотрим глаза в глаза. Мы иногда не соглашаемся или что-то уточняем. Но я благодарен вам, Михаил, за это приглашение и готов поучаствовать в таких мероприятиях дальше. И мы нашли точки соприкосновения, что нам всем надо и государству, и обществу снизу договариваться. И частный бизнес, да. Мы можем это делать, как мы видим сейчас. Коллеги, мы не претендовали, ну я точно не претендовал на истину ни в какой инстанции, озвучили свое мнение, они наши, с ними можно соглашаться, не соглашаться, как мы друг с другом. И надеюсь, что они у вас породили ряд дополнительных вопросов, которые вы можете также озвучивать и поднимать эти темы в профессиональном сообществе. И можем собирать экспертов и их обсуждать. Спасибо большое. И спасибо нашим гостям, в том числе и зарубежным, и из Армении, и из Праги, из Чехии, которые пришли. Вот Дмитрия, я знаю, Кирьяна, вот так, на память, хорошо знаю. Сына интересно будет познакомиться, она интересные вещи рассказывает. Давайте. Всем, всех благ. Спасибо за внимание, за интересный диалог. Да, и спасибо Полине Цепляковой за то, что она вообще этот вопрос подняла изначально. И мы его тут подхватили. Спасибо большое. Всем хорошего вечера. Всего доброго, коллеги. Всех благ. До свидания. До свидания.